Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Федеральная антимонопольная служба начала возбуждать дела из-за 15-20% роста цен на хлеб с начала проведения продовольственного эмбарго. Дела возбуждаются в республике Коми. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в Кировской и Орловской областях. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, что подорожание зерна в последние месяцы скажется на ценах на хлеб, которые будут расти еще несколько месяцев. Я так чувствую, что скоро мы снова вспомним, что такое раскулачивание. Антикризисный план правительства России предусматривает возможность роста безработицы в 2015 году на 68%. План также предполагает выделение дополнительно до 30 миллиардов рублей на выплаты безработным. Количество адресатов пособий, как предполагается, может вырастить до 1 миллиона 600 тысяч человек. По данным Росстата, в декабре 2014 года порядка 4 миллионов человек или 5,3% экономически активного населения классифицировались как безработные. При этом в госучреждениях службы занятости населения было зарегистрировано 900 тысяч безработных. В том числе 700 тысяч человек получили пособие по безработице. Отличный план. Вот только как безработные спасут экономику, мне не очень понятно. Отказаться от отелей all-inclusive и вернуться к классической модели монетаризации, позволяющей зарабатывать ресторанам, барам и прочим предприятиям малого бизнеса в округе, призвал новый премьер-министр Греции Алексис Ципрос. Он также пообещал обуздать вектор развития индустрии и гостеприимства последних десятилетий, который, кроме бурного развития системы «все включено», отличался постройкой отельных комплексов в экологически чистых местах и практически полной ликвидацией внутреннего туризма. Вот зря он насчет all-inclusive, наши туристы не поймут. Экономика страны пока в полушоковом состоянии. Продление санкций, ужесточение геополитических проблем, цены на нефть, инфляцию и слабеющий рубль – это далеко не полный перечень факторов давления. Рынок пока показывает небольшой рост, но положение российских бумаг очень нестабильное. На сегодня это все. Хороших выходных!